Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас последнее видео по Google Ad Grants. Тема, к сожалению, не исчерпана, но исчерпать ее и невозможно, поскольку работа с Google Ads, как мы выяснили в прошлом видео, начинается с установки целей и анализа поведения посетителей на сайте. То есть то, о чем мы будем говорить сегодня в девятом уроке – это начало настоящей работы, а не конец. Но ничего страшного, дорогу осилит идущий. Итак, у нас есть два возможных варианта. Первый, у нас аккаунт Google Ads и Google Аналитики одноименные, то есть и то, и другое на одном аккаунте. Второй – разные. Если на одном. Кстати, как установить Google Аналитику, если она у вас не установлена, можно посмотреть скринкастик, который я делал. Ссылка в описании. Итак, если на одном, то тут все просто. В связанных аккаунтах вы заходите вот сюда, в Google Аналитику и говорите «связать». Тут должны высветиться те аккаунты, которые вы можете связать. Какое-то время, обычно до часа уходит на обмен данными, и после этого связь будет установлена. Пока он устанавливает связь, можно настроить цели в Аналитике. Итак, вот у нас Аналитика по одному моему тестовому сайту. Заходим в настройки – цели. Тут даже что-то есть, это я экспериментировал. И добавляете новую цель. Подробно останавливаться на этом не буду. Цели и конверсии – это вообще отдельная большая тема. Я лишь покажу алгоритм. В данном случае самое простое – это посещение целевой страницы. Кстати, если вы хотите отследить пожертвования как цель, то целевой странице нужно сделать страницу благодарности за переведенные средства. А в моем случае я выберу какую-нибудь первую попавшуюся. Вообще надо доделать сайт, я обещал жене уже год назад. Ну скажем вот эту. Хорошая, кстати, икона, вообще она у меня молодец. Так, название. Целей может быть много, поэтому выбирайте понятное название. Целевая страница. Далее URL. Берем URL. Вставляем. Адрес сайта убираем до слэша. И все. Цель есть. Включена. Свяжем ее с Google Ads. Точнее выясним, что связать мы ее не можем. Поскольку на самом деле у меня аналитика и Google Ads на разных аккаунтах. И он вроде их связал, но непонятно что с чем. Вы тоже можете попасть в такую ситуацию, что он что-то связывает, но при этом данные не подтягивает. А для того, чтобы он их подтягивал, вам нужно выдать разрешение. В аналитике выдать разрешение владельцу аккаунта Google Ads. А в Google Ads, соответственно, владельцу аккаунта аналитики. Буду делать очень быстро. Тут нет ничего сложного. В аналитике управление доступом к ресурсу. Добавили пользователя. Дали ему все права, кроме управления пользователями. Ему нужно согласиться на доступ к аналитике. А в Google Ads вам нужен доступ к аккаунту. Добавляйте пользователя с правами администратора. Он также принимает приглашение. И вот уже после этого у вас тут появляется не какой-то там странный аккаунт типа G92, а сайт свельта.ру. Действительно тот, который мы хотим связать. В вашем случае тут будет ваш сайт. И вот теперь после того, как он свяжет два аккаунта, вы идете в конверсии, нажимаете на этот плюсик, импортируете цели из Google Аналитики, продолжить. И вот она реальная цель, которая у нас установлена на сайте. А не какие-то странные звонки. И теперь можно начинать наконец работать. Итак, резюмируем. Google Ad Grants – это сложно. Это большая работа, требующая квалификации и времени. У благотворительного фонда «Живи сейчас» около 500 ключевых слов и несколько десятков объявлений. И при этом они выбирают около 150 долларов в месяц из 10 тысяч. Вам нужно иметь не меньше, а для этого создавать разные группы объявлений под разные задачи. Каждая группа должна быть обязательно со своими уникальными ключевыми словами, чтобы объявления не конкурировали между собой. Далее вам нужно создавать цели и отслеживать поведение посетителей, пришедших по рекламным объявлениям. Собственно, это и есть 80% работы – следить, как все работает, что работает лучше и что можно подправить. Вам нужно учитывать, что если вы небольшой фонд, то по высокочастотным запросам типа «Благотворительный фонд» вы не сможете конкурировать с крупными сайтами, такими, скажем, как «Подари жизнь», поскольку Google учитывает общий вес сайта, трафик, количество отказов и так далее, и отдает предпочтение тем, у кого показатели лучше. Вас просто не будут показывать, а конкурировать ценой, то есть просто повышать ставку вы не сможете. У вас, как и у «Подари жизнь», она ограничена двумя долларами, но при этом всегда можно добавлять в дело творческой энергии. Например, вот, странный взлет был по количеству показов и кликам на сайте ЖивиСейчас 20 декабря. На самом деле ничего странного, просто в этот день на Первом канале в шоу «Голос» собирали средства именно на помощь больным вас, то есть этому фонду. Если бы заранее запустить ключевые слова и объявления, обыгрывая эту тему, можно было бы собрать больший трафик. Или вот, на информационном сайте здесь есть в том числе статьи. Например, вот, «Pro Ice Bucket Challenge» – известный флешмоб в поддержку больных бас. Завести серьезный трафик сюда, наверное, не получится, хотя и это можно попытаться сделать. А вот уже на Стивена Хокинга, самого известного больного бас, завести можно. 102 тысячи запросов – это уже много. Кстати, для анализа ключевых слов лучше пользоваться Яндекс.Вордстат. Он более удобный и более адекватный российскому сегменту, чем Google Trends. Так вот, если заводить на что-то типа «Чем болел Стивен Хокинг?» – ключевое можно взять Стивен Хокинг, но в объявлении ясно дать понять, что вы будете рассказывать именно про болезнь, то это вполне позволительно. В данном случае вы не обманываете посетителей, если статья будет хорошей, то это вполне целевой трафик. А дальше уж заинтересуется сайтом, фондом и так далее. Словом, удачи вам. Я понимаю, что многое осталось за рамками этого курса, но основные направления, мне кажется, я дал. А дальше кто ищет, тот всегда найдет. И вот вам мое напуственное задание – разобраться с ключевыми словами. Бывают плюс-слова, бывают слова в квадратных скобках. Если найдете информацию и разберетесь за полчаса – считайте, что дальше у вас проблем не возникнет, поскольку вы склонны к саморазвитию. А если нет – ждите следующих курсов. Субтитры создавал DimaTorzok